Окунуться в историю курорта с момента строительства новогинского укрепления и до расцвета здравницы середины прошлого века. Оказывается, многие горожане, не только туристы, проходят мимо знакового объекта и даже не замечают его. Теперь те, кто хочет открыть для себя историю Сочи, могут прогуляться новым маршрутом по старым улицам города. Вообще улицу Орджоникидзе часто называют культурной осью города, где сосредоточено большое количество духовных объектов, объектов культуры, объектов просвещения. И они постоянно, эти объекты, пополняются. А начинается исторический маршрут от лестницы, ведущей к форту Александрия. Ныне там арт-галерея и этнографический сквер с древними укреплениями. Историческое ядро города, как говорят эксперты. Отсюда путь лежит еще к трем десяткам архитектурных, культурных, градостроительных памятников. Таким, кстати, является здание горсобрания, а когда-то кинотеатр «Стерео». После реставрации здесь есть, что рассмотреть посетителям, и можно с гордостью показать туристам. Предложение главы города – воспользоваться опытом Вашингтона, Берлина и открыть парламент для экскурсионных групп. Все идут, показывают здание, городское собрание. Ну, будем говорить так. Это интересно, люди. И мы нам интересны. Небольшое здание в стиле модерн – санаторий Мариса Тореза. Памятник Пушка и Якорь, библиотека Пушкина. Вообще, Приморская верхняя набережная помнит немало известных людей, купцов первой гильдии, дворянства, осваивавших побережье. Их летние резиденции располагались неподалеку. Один из знаковых исторических объектов – дом первого врача Сочи Аркадия Гордона – сохранился до наших дней. А ко дню города здесь установят памятник доктору. Правда, пока мешает другой объект – торговый. Ни к селу, ни к городу здесь стоять. Я бы, например, возмущался. Памятник истории. Это и калитки, архитектурные особняки. И вдруг киоск кто-то поставил. Убрать ларек и открыть обзор на памятник градостроительства рубежа 19-20 века – задача, решить которую, предстоит за несколько дней. Я думаю, что у каждого из предпринимателей, которые когда-то выставили свои объекты, появится чувство патриотизма, к любви к городу. И они поймут, что надо уступить это историческому объекту, арт-объекту, а не киоску по продаже безалкогольных напитков. По словам Анатолия Пахомова, к тем 35 объектам, которые внесены в исторический маршрут, будут добавляться другие, в том числе арт-объекты. Узнавать историю каждого можно будет не только по указателям. Их установят по пути следования. Возможно, информация будет зашифрована в QR-коде. Тогда вместо экскурсовода нужно будет взять с собой в путь лишь смартфон.